МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что делать, если кто-то взломал вашу страницу в социальной сети и использует ваши данные и фотографии? Кто поможет найти пропавшего домашнего любимца? И правда ли, что скоро перестанут штрафовать за то, что водитель забыл свои права? Ответ на эти и другие вопросы будем искать сегодня в программе Криминал.нет. Меня зовут Юлия Броско. Здравствуйте. Курение в подъездах, выгул собак в неположенных местах, шумные соседи и многие другие проблемы решать вам. Помогут участковые инспекторы. Как к ним обратиться и в каких случаях нужно сделать это незамедлительно, расскажет наш корреспондент. Сергей Кананович работает участковым инспектором по улице Лиможа с 2009 года. Участок считают спокойным, однако и здесь бывают неприятные сюрпризы. Например, недавно в одном из домов сын так избил своего отца, что тот скончался на месте. Такие ситуации скорее исключение, чем закономерность. Ведь Сергей Кананович большое внимание на своем участке уделяет профилактике преступлений. Не зря три раза он становился лучшим участковым инспектором Гродно, а в прошлом году победил в номинации «Человек года». С жителями домов он общается постоянно, однако обратная связь пока налажена плохо. Граждане, конечно, звонят, сообщают об администрационных правонарушениях. Но хотелось, чтобы не все были равнодушны, потому что зачастую бывает такое, что многие остаются все-таки к этой проблеме равнодушными. То есть знают, что, допустим, в семье соседи злоупотребляют, в каждую семью не дойти, соответственно. И об этом просто бывает такое, что участковый может просто не знать. А потом в этой семье совершается какое-то преступление. Ежегодно в каждом ЖЭСе Ленинского района проходит специальное собрание, на котором граждане могут задать интересующие вопросы своим участковым инспекторам. В этот раз гродницы интересовались, как решить проблемы с курением в подъезде, шумом у соседей и выгулом собак в запрещенных местах. Сотрудники УВД разъясняли все нюансы и попросили граждан обращаться по контактным телефонам при выявлении правонарушений. Именно подведение итогов мы организуем планово не менее одного раза в год. Но участковый, конечно, со своим населением общается более часто, практически ежедневно, по своим служебным обязанностям он просто навсего посещает дома, в которых живут граждане, знакомится с ними, уточняет их жизненные проблемы, ситуации и в рамках своей компетенции разбирается с данными обращениями. В прошлом году каждое пятое преступление было совершено под воздействием алкоголя. В два с половиной раза возросло насилие в семье. Участковый инспектор первым может заметить преступные наклонности у человека. Поэтому борьба с бытовыми скандалами и работа с людьми, которые не расстаются с бутылкой, в ближайший год эти направления станут приоритетными. Ведь, как и любую болезнь, преступление проще предупредить, чем потом разбираться с трагическими последствиями. Найти девушку любой ценой. 19-летний Гродниц взламывал страницы представительниц прекрасного пола в социальных сетях. В личных сообщениях молодой человек находил компрометирующие девушек фотографии и угрожал выставить эти изображения на всеобщее обозрение. Парень был уверен, что, испугавшись, гродинки пойдут с ним на свидание и продолжат общение вживую. Удался ли его план, узнаем прямо сейчас. В одном случае девушка так явно сопротивлялась даже какому-либо общению, что он не постеснялся, взял ее личные фотографии, ее личные переписки и распространил среди компаний друзей. Вследствие чего девушка написала заявление в милицию, по факту провели проверку, установили, что именно данный 19-летний парень совершил несанкционированный доступ к информации ее копирования, вследствие чего было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Данные статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Две недели назад мы рассказывали вам о пропаже собаки возле одного из магазинов города. Тогда, к счастью, все закончилось хорошо и животное благополучно вернулось домой. Искать эту собаку помогал и поисково-спасательный отряд «Центр Спас». Ранее эта организация специализировалась только на поиске людей, сейчас и численность. И оборудование отряда позволили расширить их возможности. Если ваш четвероногий друг потерялся или вы сами нашли чужое животное, позвоните по указанным телефонам или оставьте заявку на сайте организации. Основной причиной пропажи домашних животных, наверное, можно считать все-таки неправильный выгул или самовыгул, как его называют, потому что даже по закону республики выгуливать домашнее животное нужно на полотке. Бывают случаи воровства. Вот, например, этот год начался, наверное, с кражи собаки, которая была привязана возле магазина. Так как этот случай получил такое хорошее освещение в СМИ, собаку быстро вернули. Когда заканчивается один год и начинается следующий, принято подводить итоги. В управлении внутренних дел Гродненского облсполкома состоялась традиционная коллегия с участием всех силовых ведомств региона. О чем на ней шла речь и будут ли отменены штрафы за забытое дома водительское удостоверение, узнаем из нашего следующего видеоматериала. Преступность – одна из тех проблем, которая никогда не будет решена полностью. Однако задача милиции – свести ее к минимуму. Итоги работы за прошедший год гродненские правоохранители считают удовлетворительными. Были раскрыты многочисленные случаи подделки документов и незаконного хранения оружия. Хорошо сработала милиция и в борьбе с коррупцией. Всего изъято более 75 миллиардов рублей. Однако не везде было так гладко. Возросло количество несовершеннолетних преступников, а также увеличилось число погибших в ДТП. На каждые 100 тысяч человек пришлось по 6 смертей. На коллегии УВД первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Валентин Михневич обратил внимание на снижение доверия общественности к милиции и поручил разобраться в причинах. Оглядываясь на прошедший год, правоохранители уже сегодня просчитывают возможные ситуации, с которыми нужно будет бороться в ближайшее время. Прежде всего, наверное, это деноминация белорусского рубля. Это традиционно у нас всегда было, что идет всплеск и рост мошенничеств. Поэтому здесь надо в этот спектр включить не только милицию, но и все, начиная с работников почтовых отделений, кто напрямую непосредственно связан с этим вопросом. Дорожная безопасность, к сожалению, в прошлом году в Родинской области по количеству погибших имеет рост. Поэтому вопросы дорожной безопасности, что нам надо еще сделать, несмотря на то, что очень высокий уровень, за последние годы сохранялся на дорогах. С начала года стартовала и новая общественная инициатива – либерализация ответственности за незначительное правонарушение. Граждане приглашаются к открытому обсуждению. На сайте Министерства внутренних дел размещены предложения по изменению законодательства, и каждый желающий может принять участие в опросе. Здесь рассматриваются, например, вопросы исключения штрафов за превышение скорости до 20 км в час, нахождение без фликера в темное время суток, а также отсутствие водительского удостоверения во время управления автомобилем. В жизни всякая ситуация бывает, и мы это понимаем, что человек может просто выйти и забыть. Хотя у него это все в наличии, он законным путем получил это, и у него есть. Поэтому в силу того, что наши, в том числе, технические возможности уже позволяют постепенно, мы к этому пришли. То есть мы можем это без наличия конкретного документа, в удаленном доступе посмотреть. Если человек есть, то в принципе здесь никакой формы ответственности нет. Безусловно, ограничено только предупреждение. Среди других предложений по либерализации – распитие пива в общественном месте, переход проезжей части вне пешеходного перехода и другие. На сегодняшний день в опросе поучаствовало уже более 40 тысяч человек. К тому же каждый гражданин может внести свое предложение по смягчению законодательства. Однако это коснется только тех правонарушений, которые не связаны с умышленным совершением и не несут особой угрозы для общества. Итоги работы за 2015 год подвели и эксперты. Как самостоятельная организация, комитет судебных экспертиз по Гродненской области работает чуть более двух лет. Но без его специалистов уже не обходится осмотр ни одного места происшествия. За 12 месяцев прошедшего года эксперты выезжали на чрезвычайное происшествие более 10 тысяч раз. И не допустили ни одной ошибки в своей работе. Подробности через секунду. Гродненское управление идет в ногу с деятельностью системы органов Государственного комитета. Такое заключение сделали на подведении итогов работы за 2015 год в Управлении Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по Гродненской области. В истекшем году была проведена большая работа по укреплению материально-технического обеспечения экспертной деятельности. За 2,5 года работы в подразделениях Государственного комитета нашего города появилось более 60 видов экспертиз. Пройти тест на отцовство, восстановить удаленную с телефона информацию, проверить порошок на наличие психотропов, составить фоторобот, снять побои. За этими и другими услугами можно обратиться в Управление Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гродненской области. Основной задачей экспертов является удовлетворение потребностей органов предварительного наследствия, суда, интересов граждан, которые обращаются за проведением экспертиз в частном порядке. Поэтому, конечно же, мы отслеживаем, прежде всего, спрос, запросы в экспертной деятельности и своевременно на это реагируем. Управление Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси ежегодно расширяет спектр услуг по проведению экспертиз. Дело это достаточно трудоемкое, ведь перед внедрением нового направления следует научно обосновать новую методику и закупить дорогостоящее оборудование. В настоящее время в Управлении работают над организацией производства экспертизы драгоценных камней. Также заканчивают разработки по экспертизе ДНК животных. Последняя экспертиза должна быть широко востребована в делах о браконьерстве. По пуле с ДНК животного можно будет определить номер оружия и вычислить самого стрелка. В прошлом году мы 10 тысяч раз выезжали на осмотр места происшествия вместе с работниками милиции и с Следственным комитетом. Выполнили 32 тысячи экспертиз и исследований. Брака не допущено в работе. Только 6 экспертиз проведено свыше законного месячного срока. В торжественной обстановке сотрудники были награждены грамотами Управления Государственного комитета судебных экспертиз и Управления Следственного комитета Беларуси по Гродненской области, а также нагрудными знаками УВД Гродненского облсполкома. Разбитая подвеска, порезанные шины и искривленные диски в Гроднице столкнулись с целым рядом проблем из-за ям, образовавшихся на дорогах после таяния снега. Что делать, куда звонить и кто придет на помощь в такой ситуации узнала наша съемочная группа. После больших морозов оттепель принесла жителям Гродно немало неудобств. Пешеходам приходится перепрыгивать лужи и обходить грязь стороной, автомобилисты же пытаются не попасть колесом в выбоины, образовавшиеся на дорогах. Вот такие вот глубокие ямы, огороженные красным заборчиком, в ночь, в дождливую погоду или на скользкой дороге могут стать причиной ДТП. Об этом свидетельствуют несколько случаев, произошедших с гродненскими водителями в последние дни. Уже сегодня с самого утра в социальных сетях начали появляться фото повреждений шин автомобиля, водитель которого попал в яму на проспекте Янки Купалы. На просторах интернета также сообщается о больших выбоинах по улицам Большая Троицкая и Калиновского. Не в порядке асфальт и на обоих мостах через Неман. Начиная с понедельника в Гродно и Гродненском районе зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых автомобили получили повреждения при наезде на ямы. Сотрудники ГАИ рассказали, что водителям, попавшим по стечению обстоятельств в подобную ситуацию на дороге, не надо отчаиваться и ни в коем случае не стоит уезжать с места ДТП. В случае, если транспортное средство угодило яму, в результате чего получило техническое повреждение, водитель обязан оставаться на месте совершения и далее сообщить о случившемся в милицию, либо напрямую в дежурную часть ГИИ, для того, чтобы само факт происшествия был зафиксирован. Далее нами проводится документирование, сбор материалов и проводится проверка. В результате чего мы водителю разъясняем порядок дальнейших действий по возмещению ущерба непосредственно с той организацией, которая отвечает за содержание уличной дорожной сети в безопасном для движения состоянии. И в последующем этот вопрос решается в частном порядке. Ремонтные работы городские службы уже начали и многие выбоины заделаны. Однако сразу от всех ям избавиться не удается. И поэтому, чтобы не попасть в такую ловушку на дороге, госавтоинспекция Гродницкой области призывает водителей всегда соблюдать скоростной режим и быть более внимательными за рулем, особенно в темное время суток и в дождливую погоду. Это все, о чем мы успеваем вам рассказать. Меня зовут Юлия Броско. Берегите себя и не попадайте в криминальные истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова